Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я Сергей Новиков, кандидат психологических наук, автор и ведущий программы «Коммельфо». «Коммельфо» — французское слово, только пишется «коммельфаут», переводится как «так, как надо». У нас обычно переводят как «этикет» или «хороший тонн», то есть поведение людей за столом, на разных приемах и так далее, то есть вилка в левой, котлета в правой. Но мы будем говорить о более широких вещах, так как надо, как надо жить, как приводить в себя порядок в психологическом смысле, какие существуют правила поведения людей и взаимодействия между ними. И вот, может быть, вопросы, которые у вас будут возникать, разберем их. Ну что, начнем? Здравствуйте, уважаемые коллеги! У нас был в свое время такой ученый-академик, конструктор ядерных реакторов, академик Алиханов. Однажды его сын вспоминал, Леоныш, не помню, но они с сыном где-то гуляли в лесу, там, шли по аллее, и вот сын как-то сказал, отец, слушай, мы тут километра три, наверное, пришли уже, да? И ни разу ни словом не перекинулись. И Алиханов ответил, когда идут два человека и молчат, это признак, что идут два умных человека. Действительно, не стоит в этом мире болтать, обсуждать всякую ерунду, говорят, лучший друг тот, с которым можно хорошо помолчать. Или вот в одном английском детективе, там крупный разведчик такой был, и он говорил так, человек не просто имеет право, он обязан хотя бы час в день побыть в одиночестве и помолчать. Сам он садился в машину, гонял по лесным дорогам, там, гулял, ну, может, с собакой можно выйти, да? Лучше одному куда-то там, где нет людей, где деревья, только поговорить с деревьями, не в интернете сидеть, это не одиночество, а вот час в день побыть в одиночке, свой чердак привести в порядок. В комнате мы наводим порядок, убираемся все-таки, в голове тоже надо хотя бы час в день это делать. Вот в педагогике, ну, вообще в практике, учебной деятельности, у студента, преподавателя, ну, студента часто преподавателя называют препод, да? Ну, просто как сокращенное название, не обязательно что-то, унизительное что-то. Это для меня, знаете, такой человек, который не станет никогда преподавателем, тем более педагогом. Ну, не будем о них говорить, такие бывают люди профнепригодные, хотя, к сожалению, они работают не там, где им надо бы работать. А вот другой градации, да, вот именно преподаватель и педагог, или учитель и педагог, это разные вещи. Вот в свое время эти учительскими институтами называли, не педагогические, а учительский институт. Учитель – это квалификация, и преподаватель – это профессия, Ей можно научиться, можно не совершенствоваться. А вот педагог – это состояние души. Педагог в любую ситуацию старается использовать, чтобы поднять ученика на новую высоту. Ну, а если более серьезно говорить, то преподаватель формирует функциональный продукт деятельности. То есть он грамотно проводит лекции, семинары, принимает зачеты, умеет научить студентов. Сам он дошел или учился где-то методики, пытался совершенствовать, книги читал. А педагог формирует психологический продукт деятельности в виде новообразования в психике студента или школьника. Новообразование – не новая информация, не новое знание. Информация пролетает обычно насквозь, мало что закрепляется. А вот новообразование – удивление какое-то, мотивация, желание сильно прочитать, о чем говорил преподаватель или уже педагог. Вот тогда это уже психологический продукт деятельности. Надо этому учиться, стремиться к этому. Даже есть как бы восточная или китайская фраза. Хороший учитель объясняет, а великий учитель вдохновляет. Давайте будем вдохновлять друг друга. Был в свое время такой великий менеджер, американец итальянского происхождения, Илья Кокко. Он, собственно, работал в автомобильной промышленности, у заводов Форда и у Крайслера. И вот когда он с Фордом что-то поссорился, с Фордом младшим, ушел работать на Крайслер, ну и вроде тоже там все получалось, все хорошо. И вот происходит такой нефтяной кризис. Большой рост цен на нефть, на бензин. Крайслеры машины такие довольно тяжелые, дорогие, много кушающих бензина. И вот как-то случилось, что кризис у них тоже. Продажи падают, пришлось уволить многих рабочих, снизить зарплаты и так далее. И вот Илья Кокко в этот момент, он такой жест символический сделал, театральный. Он себе устранил зарплату 1 доллар в год на этот период. Ну, конечно, миллионер, с долгой не умер. Ну, знаете, так это было красиво сделано, да, что приходят рабочие, жалуются, допустим, или там инженер, что совершенно нечем кормить семью, он сказал, ну что могу делать, дорогой? Сам доллар получаю в год. Это нас любили приводить в учебниках менеджмента, в лекциях, вот какие молодцы американские менеджеры. Вот правда забывают указать, когда кризис кончился, все восстановилось, все стало хорошо, и Кокко выписал такую премию себе, что все скомпенсировал, это временное неудобство. Ну, как говорят, знаете, что шутка, повторенная дважды, становится глупостью. Мятый пар, это как сейчас в интернете или в КВНах, одно и то же повторяют шутку, и уже как бы не смешно. Это в 2008 год уже был, тоже кризис, тоже, значит, рушится автомобильная промышленность американцев, и вот большая тройка автомобильной промышленности штатов на личных самолетах прилетели в Вашингтон, в Конгресс обратиться за кредитами, там, за помощью. Журналисты об этом узнали, и кто-то возмутился, ну, как так, Америка в кризисе, они на личных самолетах летают. И в нашей прессе было сказано потом, да, и самолеты были проданы. Они тоже, ребята, хотели, значит, как-то поступить, как Яковка. Но у меня сразу вопрос возник, а какой же гад покупает самолеты, когда Америка в кризисе? Тут вот люди продают, можно сказать, последние личные самолеты, а кто-то их покупает, так что не все там так чисто. Ну, а шутки и коки, они принадлежат ему, и повторять их, это уже неинтересно. А вы знаете, почему во всех нормальных странах правостороннее автомобильное движение? Ну, в Европе, в России, в подобных странах, значит, да? Ну, видимо, с древних времен было так, вот времена-то были суровые, да? Вот едут навстречу два всадника, что у них на уме, как говорится, они не знают, и лучше так разъезжаться справа, чтобы щитом прикрываться, и меч держать наготове, мало ли что, человек в голову придет. Вот так, собственно, Франция, там Европа, в России примерно так и сформировалась. А вот в Англии, поскольку это морская держава, еще со времен управления кормовым веслом, в британском флоте, вообще во флоте принято расходиться левыми бортами, слева. И с моря англичане перенесли уже свое движение на улицах, автомобильное движение. Ну, и вот в британских колониях и в Японии левосторонние движения. Но в Японии не была британской колонии, там они, свои у них заморочки. Ну, самурай идет, да, у него мяч катана, мяч вакидзаши, и для него это живое существо, это священно. Если какой-нибудь простолюдин случайно коснется этого меча, это святое, он просто отрубал ему голову. И простые люди, встречая самурая, шли слева, чтобы быть подальше от его мечей священных. Тоже так привыкли ходить. Ну, в Японии, поэтому левосторонние движения. Ну, правда, когда появились какие-то государства более серьезные, какие-то монархи устанавливали правосторонние движения. Даже при Петре Первом, якобы, был указ такой в России установить. На него плевать хотели. А империатрица Елизавета у нас в России уже в 1752 году установила правосторонние движения, ну, просто вот законом. Потому что никакой же русский не любит быстрой езды по встречной полосе. И все-таки я видел такую фотографию. Казань, нынешняя улица Кремлевская, на Спасскую башню управления. И там несколько извозчиков едут по левой стороне в сторону Спасской башни. И хоть какие законы принимай, и даже двойную сплошную, все равно хочется проехать по встречной. Россия. Вы знаете, мне кажется, что в недалеком будущем, и не я один это заметил и сказал, вот на заводах будущего, ближайшего будущего, роботизированные, автоматизированные заводы, там весь персонал будет состоять из человека и собаки. Задача человека будет кормить собаку. А задача собаки – не разрешать человеку прикасаться к оборудованию. Оно и так само все работает. Ну, вроде бы шутка, но представьте себе, сейчас действительно технологии современные будут развиваться, роботизация там, нанотехнологии и так далее, действительно приведут к тому, что не так много людей должно быть занято в промышленном производстве. Может, не полная автоматизация, но все-таки их все меньше становится. А куда деваться остальным? Даже сфера обслуг, она не бесконечна. И вот можно задуматься, это может быть главной проблемой человечества. Вот представьте себе, вот наступил такой момент, ну, не называйте это коммунизмом, ну, просто такая высокотехнологическая развитость цивилизации. Вот вы можете не работать ради куска хлеба. То есть у вас есть где жить, и даже приличное жилье. Вы хорошо можете питаться, разнообразно, прочее. Но даже на это само приходит, работать не надо. Вот чем вы тогда займетесь? Студенты часто отвечают, ну, займемся благотворительностью, будем помогать бедным. Так не будет бедных. Все будут жить так, как вы. Вот еда, пусть не совсем уж там роскошно, но вполне нормальная еда, жилье, развлечения и так далее. Чем вы еще займетесь, кроме как объедите весь мир, попробуйте все кухни мира. Ну, что вам еще нужно? Купите Мерседес, вертолет. И вот здесь вопрос, да? Может, вы живущей займете? Стихи будете писать? Научными теориями разрабатывать, заниматься. И вот, кажется, не у каждого есть такой ответ. Работать ради куска хлеба одна, а у вас хлеб с икрой уже есть. А чем заняться для души? И вот это главная проблема человечества. Ведь это вполне может быть серьезная такая вот ситуация через какое-то количество, ну, десятилетий хотя бы. Вот куда девать людей, чем их занять? То есть уже самое главное, что сначала человека надо вырасти духовно, который бы знал, чем занять себя, а не сходил бы с ума от безделья, потому что работать не надо ради еды. Вот это вот интересно. Ну, тот мир, оппоненты наши вообще-то пошли по пути. А просто человечество сократить. В Африке, само собой, вымирает болезнь, лекорат Кейбола. В Европе наркомания, выжигание среднего класса. И пока у них, к сожалению, получается. Надо что-то думать уже и противостоять этому движению. Надо находить себе занятия в духовной сфере. Ну, не сказать давным-давно, в прошлом столетии, в начале 20 века, жил в Соединенных Штатах один человек, работал электриком, получал 18 долларов в неделю, достаточно немного. Вот, но каждый выходной он своей женой запирался в сарае, и они там что-то там пилили, строгали, сваривали, и так, может, продолжалось там месяцами. Но однажды открылись ворота сарая, и он с женой выехал оттуда на такой тележке, повозке, назывался автомобиль. А человек этого звали Генри Форд. Ну, Генри Форд старший сейчас, потому что был еще и младший потом. Ну, он, собственно, сделал Америку автомобильной страной, миллиардер, собственно, человек, автомобильный король Америки. Ну, много ему сказаний приписывает, интересных поступков. Сказал, начал платить там 5 долларов в час своим рабочим вместо трех, как все капиталисты. Когда его упрекали, что ты демпингуешь, как говорится, мы по три платим, а ты по пять. Говорит, а кто же тогда будет покупать мои автомобили? И вот когда он стал уже богатым, знаменитым человеком, вот этот молодой журналист, брал он для интервью, и он задал такой вопрос. Вот, господин Форд, а что, если бы случилось так, что Господь даровал бы вам вторую жизнь? Вот чем вы тогда занимались? И он ответил. Знаете, молодой человек, если бы Господь дал мне вторую жизнь, я бы не просил у него каких-то особых благ, мне все равно было бы, сколько я зарабатываю, кем я буду работать, но я поставил бы Богу одно условие, чтобы в той новой жизни я снова встретил свою жену. Вот это мое главное условие. Вот хорошо бы, чтобы каждый знак мог так сказать. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова